Весь город замер. Минута молчания в Бостоне в память о погибших. Ровно неделя прошла после страшного теракта на марафоне. Предполагаемый террорист Джахар Царнаев все еще находится в больнице под охраной. Он уже пришел в сознание и ответил на некоторые вопросы следователей. Первое, что он услышал, когда очнулся – обвинение в применении оружия массового уничтожения. За это ему грозит высшая мера наказания. «Он не получит статуса вражеского бойца. Этого террориста будут судить по гражданским законам. Согласно нашему законодательству, дела американских граждан не рассматривает военный трибунал». Обвиняемый заявил на допросе, что инициатором и организатором нападения был его брат Тамерлан, убитый при попытке к бегству. Расследование по делу Царнаева их продолжается. Полиция обнаружила еще как минимум четыре взрывных устройства. Это указывает на то, что братья, вероятно, планировали и другие теракты. Между тем, работу Федерального бюро расследований все больше подвергают критике. Несколько лет назад ФБР получила информацию о возможной радикализации взглядов Тамерлана Царнаева, но не придала им должного значения. «Тамерлан Царнаев разделял радикальные взгляды, посещал подозрительные места, но мы все равно не могли его задержать. За такими людьми нужно пристально наблюдать. То, что мы потеряли Царнаева из виду, было ошибкой. Либо наши законы недостаточно жесткие, либо ФБР провалило свою работу». Процесс по делу предполагаемого террориста должен начаться в конце мая. Бустонцы поддерживают друг друга. Вместе легче преодолеть ужасные последствия теракта. Редактор субтитров А.Семкин